уважаемые стрельцы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 21 по 27 июня включительно что ждет вас в этот период как обычно мы рассмотрим события этой недели в общем работа карьера финансы внешний мир постараемся рассмотреть скрытые факторы и также что происходит в вашей личной жизни в ваших домах возьмем для вас карту основного совета и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него получите ответ да или нет в конце чтения основного вашего расклада карта которая останется на самом дне колоды и ответит на ваш вопрос смотрите это второй прогноз как по сэнденту так и по солнечному знаку таким образом у вас будет больше информации для анализа и не спешите делать выводы на начало просмотра расклад всего лишь один для всех одинаково проиграться он не может но по каждой карте я стараюсь давать максимум из того что я вижу и общий расклад не заменит индивидуального хотя даже в общем раскладе можно найти для себя масса нужной и полезной информации колода готова и мы с вами можем начинать подумайте еще о своем желании сосредоточьтесь на нем желание должно быть всего лишь одно и мы с вами начинаем уважаемые стрельцы все карты вашего расклада перед вами я приступаю к его чтению но сразу хочу сказать что для многих из вас эта неделя будет непростая центральной линейки по вертикали для вас выпала карта 13 старшего аркана но что радует что эта неделя завершается все-таки картой джокера 13 старший аркан эта карта смерти она предполагает любого рода сложности она не говорит о смерти на физическом уровне но для кого-то эта карта может показывать обострение хронических заболеваний здесь также карта предполагает то что вам нужно что-то менять и в рабочей деловой среде и также то что касается личной жизни здесь тоже есть знаки вопросов итак начнем с вашей самой первой карты первой картой для вас выпала пятерка чаш она говорит о том с каким настроением вы в этот период входите и какое настроение какой общий запас энергии может быть на начало этого периода пятерка чаш к сожалению говорит о том что из-за чего-то душевно вы страдаете это сердечная боль которая может не давать вам покоя переживания из-за родных и близких из-за семьи эта карта также может показывать бытовые жизненные моменты которые тоже сейчас могут быть сложностях по этой карте вы испытываете обиды на кого-то где-то злитесь и сами на себя эта карта может предполагать общую подавленность из-за того что что-то не получается у тех у кого в жизни все замечательно и вы в начало этого периода вошли с прекрасным настроением значит это просто не ваш расклад и вы можете дальше его не смотреть но тех у кого есть проблемы все-таки оставайтесь вместе со мной и вы для себя хотя бы получите важные советы эта карта может предполагать любые родовые проблемы когда есть сложности не только ваши но еще и кого-то из близких возможно кто-то болеет но эта карта может показывать и ваши собственные недомогания к сожалению общий запас энергии нулевой многим из вас не хватает сил вам нужно либо успокоиться либо подлечиться второй фоновой карты как я вам уже и говорила выпал старший 13 аркан эта карта смерти эта карта всегда предполагает какие-то жизненные перемены на пороге которых вы будете стоять когда вам нужно принимать важные решения для того чтобы что-то изменить а вы к этому еще не готовы вас держат страхи вы привязаны к чему-то из прошлого вам страшно что-то поменять вы боитесь делать решительный шаг но эта карта говорит о том что та ситуация в которой вы находитесь сейчас не должна продолжаться если вы хотите что-то изменить в лучшую сторону все-таки попытайтесь от чего-то отказаться или попытайтесь что-то отменить для тех у кого есть хронические заболевания эта карта говорит о том что нужны хирургические вмешательства вы отсекаете может быть от себя саму эту мысль но это вынужденная мера и скорее всего это нужно будет сделать для того чтобы поправить свое здоровье у тех у кого со здоровьем все нормально карты могут показывать что есть проблемы по здоровью у кого-то из родни и вот здесь нужно принимать тоже какие-то решения девятка мечей в центре вашего расклада говорит о том что вас слишком сдерживают ваши страхи страхи вашего подсознания это могут быть проблемы и психологического характера когда вам тяжело уснуть когда кого-то из вас мучает бессонница и даже если вы усыпаете вы как будто бы нормально не спите вам могут сниться кошмары ваше подсознание проецирует ваши страхи во снах не стоит на этом зацикливаться я вижу что вашу ситуацию можно исправить какой бы сложной она не была и давайте посмотрим что будет происходить у наших семейных пар в этом периоде для вас выпала карта семерка чаш и также карта семерка пентакли две семерки говорят о том что у вас очень много надежд связанных с вашим домом с вашим будущим с бытом если говорить о вашей второй половине он или она старается что-то делать для дома для семьи деньги в ваш дом будут поступать конечно хотелось бы большего у вас очень много желаний проектов но для того чтобы их все осуществить нужно гораздо больше денег ваша вторая половиночка во всем будет пытаться вас поддерживать вы как будто бы немножечко отлетаете от земли вы как будто бы хотите переключить свое сознание на что-то более приятное для того чтобы отвлечься от всех тех проблем которые есть а ваша вторая половиночка вас немножечко заземляет но карты говорят о том что не переставайте мечтать ваши мечты вполне осуществимы по семерке пентаклей но на что-то нужно гораздо больше времени чем вы предполагаете сейчас и также эта карта говорит о том что трудитесь что-то для этого делать и для того чтобы к себе приблизить то что вы хотите и ваш партнер или ваша партнерша вам в помощь но вот эта карта еще может говорить о том что вашем окружении есть подруги или друзья которые не совсем то что вам нужно потому что именно отсюда идут заблуждения возможно вас вводят в заблуждение вы на что-то надеетесь а по факту потом от кого-то помощи не получаете то есть если вы надеетесь на друзей или на подруг вам только поможет кто-то из вашей семьи из вашего дома давайте также посмотрим что ждет наших свободных стрельцов для вас выплат двойка монет пятерка жезлов и карта короля мечей в общем то эти карты говорят о том что у вас также есть сложности финансового характера это повседневные заботы которые также никто не отменял вы стараетесь держаться молодцом но по пятерке жезлов вас кто-то может провоцировать на конфликты и вы в какие-то конфликты будете втянуты вы вынуждены защищаться вы вынуждены кому-то отвечать эта карта противоборства любого рода конкуренции поэтому если у вас есть основное место работы эта карта предполагает то что кто-то вам пытается ставить подножки в вашем развитии кому-то может быть не все равно сколько вы зарабатываете и как вы это делаете здесь может быть зависть к любым вашим успехам хотя по факту особо завидовать нечему если говорить о женщинах стрельцах то конфликт спровоцирует скорее всего мужчина но с помощью мужчины какую-то сложную проблему вы сможете и решить для мужчин стрельцов вот эта карта говорит о том что вам нужно будет проявить свой характер у вас должен быть какой-то определенный план в отношении своих врагов конкурентов вашу сторону будут какие-то нападки но вы сможете отстоять свое мнение свои позиции у кого-то здесь может быть спор или в работе или из-за денег или из-за каких-то рабочих предложений на текущие расходы деньги есть но их недостаточно если в этом периоде вы пытаетесь оформить любого рода бумаги или документы тоже препятствия может быть вам кому-то нужно платить за чьи-то услуги а денег не хватает но все-таки с кем-то вы сможете договориться но ситуация по-прежнему сложно если говорить о вашей личной жизни не самое лучшее время для новых знакомств на вашего партнера или партнершу может претендовать еще кто-то это будут даже не треугольники это будет непонятно что если вы сейчас находитесь в отношениях то карты говорят о том что кто-то пытается разрушить вашу личную жизнь вам препятствуют с вами конкурируют вас могут пытаться подвинуть если говорить о мужчинах ваша личная жизнь в ваших руках но я вижу что вы обжигались уже у кого-то могут возникнуть споры или конфликтной ситуации с бывшим например у тех у кого не закрыты бракоразводные процессы делится имущество то здесь еще борьба предстоит и если говорить о женщинах то ваш мужчина не собирается вам уступать но у вас будет очень хороший адвокат в мужском лице который вам поможет и давайте перейдем в центр вашего расклада здесь мы рассмотрим основные кармические моменты также основные моменты связаны с вашей работой и делами в центре как и говорилось ранее для вас выпла карта девятки мечей эта карта говорит о страхах вашего подсознания но она также и говорит о сложных родовых программах которые вы на себе сейчас несете я так понимаю что что-то подходит к логическому завершению что-то заканчивается завершается но для вас это слишком болезненный этап слишком болезненный период либо вам что-то тяжело отпустить либо что-то тяжело принять эта карта может говорить и о пробитии вашего ментала энергооболочки есть пробои это может быть как результат чужой магии либо просто завести но для того чтобы в этом убедиться конечно же нужно делать персональный расклад в работе в делах у многих может быть застой либо кто-то вообще по этой карте без работы для тех кто в поиск работу крайне сложно найти в этом периоде но давайте возьмем карты дополнений для тех кто работает и для тех кто не работает даже если смотрят меня те кто работает у вас есть занятость то карты могут предполагать то что либо у вас работа очень тяжелая и вам нужно ее поменять просто необходимо но вы боитесь сделать вот этот шаг карта для тех кто имеет постоянное место работы верховная жрица лишний раз говорит о знаках вопросов о том что вы пребываете в неизвестности вы вроде бы свое будущее планируете но каким будет завтрашний день вы не знаете не уверены ни в чем по поводу работы большая осторожность кто-то вышел из вашего доверия либо вы кого-то проверяете в рабочих деловых отношениях тоже есть неясности недосказанности если говорить о женщинах ваши страхи и опасения не напрасны вам стоит прислушаться к своему внутреннему голосу эта карта говорит о том что вашей жизни будет что-то меняться но немного не по вашему сценарию но все-таки не идите против самой себя если вам ваша интуиция говорит что чего-то делать пока не нужно не делайте но если вам ваша интуиция подсказывает обратно что именно сейчас нужно действовать то действуйте мужчинам стоит прислушаться голосу женщины для кого-то из вас эта карта может даже показывать женщину духовного наставника таролога астролога психолога которому вы можете обращать обращаться за помощью для того чтобы разрешить проблемы но прежде всего скажем так психологические но это все отражается и на вашу работу и на вашу личную жизнь и возьму для вас еще одну дополнительную карту эта карта туза мечей многим из вас она говорит о том что вам стоит попробовать себя в чем-то новом эта карта новых начинаний новых проектов даже если это основная работа то в ней радикально нужно что-то менять не побояться проблемы будут препятствия будут но преодолеть вы их сможете исключительно в борьбе давайте возьмем для вас еще одну карту эта карта пожар жезлов она предполагает то что вы должны проявлять инициативу а не сидеть на месте в замороженном состоянии и всего бояться возьмем карту для тех кто в поиске работы для тех кто без работы десятка жезлов говорит о том что в вашей жизни настолько много проблем что вы просто не знаете как это все нести на своих плечах такое чувство что вы несете на себе непосильную ношу вы решаете не только свои проблемы но еще и кого-то это могут быть близкие друзья это может быть кто угодно либо вы на себя взвалили сразу много обязательств по факту вам очень тяжело многими с вас действительно стоит подумать о своем здоровье потому что здесь и опорно-двигательные аппараты ноги вам не мешало бы укрепить свое здоровье хотя о своем здоровье вы старайтесь не думать эта карта говорит о том что в вашей жизни тоже что-то будет меняться работу вы найти можете но это сложно по крайней мере в периоде этой недели еще одна дополнительная карта 8 пентаклей говорит о том что рано или поздно работу вы найдете для тех кто будет пытаться совмещать работу и образование у вас также получится возможно в самих рабочих процессах когда вы уже работу находите вам придется чему-то подучиться но вы очень быстро будете входить в курс дела и та работа которую вы найдете будет вам приносить даже удовольствия и неплохие доходы работа будет и работы будет много но возможно кому-то нужно поднять чем-то уровень своего мастерства своей квалификации что происходит с вашими финансами в дом финансов для вас выпла карта туза пентаклей и эта карта обнадеживает она говорит о том что жизнь предоставит вам шансы возможности для того чтобы эти изменения благотворные вашей судьбе произошли у тех у кого есть основная занятость для вас выпадала карта туза мечей новые проекты новые начинания новые возможности и по тузу пентаклей не упустите своих шансов кому-то в этом периоде и в ближайшее время могут поступать очень хорошие предложения которые обязательно стоит рассматривать если вы спустите какую-то возможность то потом будете сожалеть даже для тех кто не работает вот эта карта говорит о том что каким-то чудным образом вашу жизнь должны поступать деньги для кого-то это и дополнительные источники доходов и даже те кто сидят на месте могут организовать свое небольшое дело у вас может быть свой проект который может приносить вам хороший доход и скорее всего вам здесь кто-то еще поможет то есть вы не сами будете что-то делать что-то начинать если говорить о внешнем мире то на внешний мир для вас выпала карта страдания болезненность вам тяжело воспринимать те события которые вы проживаете десятка мечей может говорить о любых родовых программах то о чем я вам говорила ранее и по карте смерти и действительно эта карта может показывать и болеющего человека если вы сами болеете и у вас сейчас кризис по болезни то стоит задуматься эта карта предполагает длительное лечение но заглядывая немножечко в будущее хочу вас всех порадовать несмотря на сложности в этом периоде ближайшие две недели в вашей жизни многое будет налаживаться даже в конце этой недели вас ждут позитивные известия для вас выпала карта божественных сил эта карта джокера это белая карта эта карта звезд и надежд и она говорит о том что вы не должны терять надежду вы должны верить вы должны просить высшие силы своими словами о помощи эта карта говорит о том что многое сейчас от ваших глаз скрыто вы чего-то не видите но только потому что вам пока нельзя чего-то знать заранее для того чтобы вы не сделали какую-то ошибку не навредили себе или кому-то помощь придет помощь будет найдено и для кого-то это будет неожиданно рассмотрим скрытые факторы в скрытых факторах также три положительные карты эта карта старшего аркана солнышко карта короля чаш и карта рыцаря мечей карта солнышко перекрывает своей энергией все негативные карты расклада и она говорит о том что вот это болезненное состояние выровняется вы сможете реанимироваться вы сможете выздороветь вы сможете подлечиться вы сможете что-то исправить в работе и в делах в общем если это семья дом болезненные взаимоотношения вы также что-то в своей жизни сможете поменять но для женщин две мужские карты говорят о том что что-то будет зависеть от двух мужчин как минимум один мужчина идет к вам с открытым сердцем с добром с помощью это может быть как возлюбленный родственник друг знакомый эта карта может показывать другого мужчину который почему-то немножечко агрессивно настроен тот человек из-за которого вы нервничаете если говорить о личной жизни для мужчин вот эта карта может предполагать то что у вас есть соперники или конкурент а для женщин могут говорить о том что за вас могут впоследствии бороться два мужчины даже если сейчас у вас особо никого но эти карты говорят о том что будет заключен какой-то важный договор будет принято какое-то важное решение и снова таки высшие силы озаряют ваш путь карта солнышко это карта ваших собственных амбиций и вы должны о них помнить такое чувство что вы потеряли веру в самих себя по тем картам которые я вижу на столе вы не должны падать духом ни в коем случае в вашем раскладе несмотря на сложные карты очень много сильных мощных карт и давайте теперь посмотрим на карту основного совета и для женщин и для мужчин для вас выпла карта старшего аркана влюбленных эта карта предполагает жизненно важный выбор для многих из вас этот выбор уже предопределен даже если вы еще не знаете даже если вы для себя еще чего-то не решили эта карта вашего ангела-хранителя который говорит о том что я помогу тебе сделать правильный выбор если вы женщина это мужчина который вас в чем-то поддержит если вы мужчина это женщина также даже если вы сейчас еще в чем-то сомневаетесь это все-таки карта выхода эта карта балансирования любой сложной ситуации карта партнерства карта любви и карта дружбы и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос для вас выпла карта четверки жезлов желаемое обязательно сбудется в доме будет большая радость большой праздник вы сами чему-то будете несказанно рады но скорее всего по этой карте вам кто-то поможет из ваших самых близких это либо ваша семья либо друзья но те люди которых вы знаете очень давно те люди которым вы можете доверять и так как в карту совета для вас выпла карта влюбленных для кого-то это может быть выбор именно в любви а для кого-то в важном партнерстве и не бойтесь по этой карте кому-то обратиться за помощью вы ее обязательно получите и давайте возьмем для вас еще одну дополнительную карту совета для вас выпла карта туза чаш эта карта предполагает то что высшие силы протягивают вам руку поддержки это благие вести благие изменения любые новые начинания будут успешными вы забудете о своих проблемах как о страшном сне это наполненность это гармония это возможность начать все сначала это возможность жить полной грудью любить и быть любимыми и обязательно рядышком с вами будут самые близкие те кто вам предан и как совет эта карта говорит о том что вы несмотря ни на что должны контролировать свои эмоции старайтесь быть на позитиве притягивать к себе положительные эмоции таким образом обязательно в вашей судьбе что-то изменится и эта карта говорит о том что вы должны полюбить себя полюбите себя и мир вокруг вас начнет меняться уважаемые стрельцы таким для вас был расклад на этот период я всем желаю удачи конечно же пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас была важной полезной актуальной не стоит писать неадекватных комментариев что это все не про меня расклад повторюсь не является персональным и я предупредила о том что если по первой карте вы видели что с вами нет резонанса значит это уже не ваш расклад как правило карты высвечивают сложные жизненные судьбы тех людей которые реально нуждаются в помощи у тех у кого все хорошо вы и так сможете разобраться подписывайтесь на мой канал все те кто еще не успел подписаться выздоровления болеющим и я вас всех жду в следующих недельных прогнозах сегодня всем до свидания